Генеральный партнер программы «Середина земли» – сеть удобных магазинов «Титан». Выбор рабочих специальностей становится все популярнее среди молодежи Иркутской области. Подробности узнаете в программе «Середина земли». В Забайкальской краевой библиотеке имени Пушкина состоялась акция «Бульвар Чехова». Подробнее смотрите сегодня в международной программе «Середина земли». В Ланбаторе появятся новые большие автобусы, собранные по европейским стандартам. Подробности смотрите в программе «Середина земли». Здравствуйте! В эфире международный информационный выпуск «Середина земли» и жителям Бурятия о новостях при Ангарии расскажу я, Галина Тюрнева, и журналисты из Иркутской области. Рабочие специальности становятся все популярнее среди молодежи при Ангарии. Вчерашние школьники, понимая преимущества будущей профессии, с гордостью рассказывают о перспективах деятельности после окончания профессиональных организаций. В имелых руках тяжелая техника приобретает точность хирургического инструмента. За два года студент колледжа автотранспорта и дорожного строительства Алексей Казанков не просто стал машинистом высокого класса, нашел самого себя. Если честно, я в колледж пошел не думая. Я начал задумываться о своей профессии только тогда, когда она меня задела, когда я начал этим заниматься. И мне их понравилось. И на данный момент я занимаюсь с удовольствием. Во времена, когда в топе популярных профессий юристы и экономисты, несколько сотен молодых людей и девушек, выбирают рабочие специальности. Причем сознательно. Василий Пышин автомобилями интересуется с детства. Решил и жизнь связать с тем, что нравится, а не с тем, что модно. Тем более, что в перспективе любимое дело может приносить неплохую прибыль. В идеале можно... В планах у меня есть, конечно, открыть свое СТО и работать уже там. Но поначалу придется, конечно, повозиться самому и под машинами, и с машинами и тому подобное. А здесь экзамен сдают будущие сварщики. Как и в любой профессии, нужно крепко знать теорию. Лишь потом браться за инструмент. За качеством шва следит мастер производственного цеха. Главное, что у детей желание. Если у детей желание есть, они и стремятся. То есть практически, сколько я здесь работаю, разные группы попадают. Но стараемся привлечь это в интерес. За счет практически каких-то работ. То есть на практике они раскрываются больше. Мастер не единственный, кто с пристрастием наблюдает за работой молодых сварщиков. Готовый результат внимательно изучает временно исполняющие обязанности главы региона. Да, студент сразу, я не говорю. Сергей Рощенко вспоминает, несколько лет назад уже среди взрослых рабочих с опытом. Таких профессионалов было еще поискать. А тут ученики, причем их много. И в этом цехе, и в других. С такой молодежью за будущее региона можно быть спокойным. Руководство техникума разделяет мнение временно исполняющего обязанности главы области. Главную же задачу для себя видит в том, чтобы поддержать курс на активное развитие промышленности, который взят в Приангаре, обеспечить отрасль высокопрофессиональными кадрами. Сегодня возникают у нас перспективы, и были проговорены возможности взаимодействия и с авиационным заводом, и с другими предприятиями, которые будут нацелены на наших выпускников. А мы будем нацелены на подготовку специалистов для конкретных производств. Старейшее образовательное учреждение города, оно было открыто в конце 19 века, идет в ногу со временем. Примета вот эти, например, новые боксы для будущих автомехаников. Здесь откроют автосервис. Ребятам практика, учреждению способ заработать. От прошлого же времени, в которое создавалась индустриальная мощь страны, в этих стенах осталось и бережно сохраняется понятие рабочая гордость. А еще представление о том, что все они, как в советской песне, не просто ребята, трудящийся класс. Галина Тернева, Александр Мокин, Середина земли, Иркутская область. В Приангаре стартовало первенство России по футболу зоны Сибирь среди девушек 1999-2000 годов рождения. Первый матч иркутская команда провела с соперницами из Новосибирска. Встреча прошла на стадионе Байкал, бывший локомотив, и закончилась ничьей 1-1. Всего в соревнованиях участвуют 4 команды из Иркутска, Новосибирска, Красноярска и Барнаула. Из-за финансовых сложностей не смогли приехать команды из Кемерово и Омска. Турнир проходил по круговой системе, то есть футболисты играли с каждым соперником в своем дивизионе. Я думаю, что здесь команды все одинаковые, потому что мы только что играли в Берске по 98-му году. И там было 7 команд, и по уровню все одинаковые. Но здесь уже от игры зависит, как правильно сыграют девочки, как, как говорится, может где-то повезет. Сначала сыграют красноярцы против барнаульцев, а затем встречу проведут иркутянки с командой Красноярска. Первенство продолжится до конца июня. Победитель турнира поедет в августе этого года на финал в Крымск, где проведут матчи с призерами других дивизионов. Первое место во всеармейских соревнованиях «Танковый биатлон». Впервые в историю вооруженных сил РФ завоевали сразу две команды – Южного и Восточного военных округов. Где будет храниться Кубок Победителя, знает моя коллега из Забайкалья Марина Кузнецова. Здравствуйте, Галина. Как сообщил начальник управления боевой подготовки сухопутных войск, главный судья соревнований генерал-майор Александр Перязев, первые полгода Кубок будет храниться в Восточном военном округе, а на вторые полгода переедет на юг, откуда будет выставлен на следующие соревнования «Танковый биатлон-2016». Также отметим, что в эстафетной гонке на боевых машинах пехоты первое место занял Восточный военный округ, второе место завоевал Южный военный округ, а третье разделили между собой Западный и Центральный военные округа. Из состава лучших экипажей будет сформирована сборная вооруженных сил России, которая отправится на международные армейские игры. А теперь к другим новостям. 125 лет назад великий русский писатель Антон Павлович Чехов был в Чите во время путешествия. Несмотря на то, что в нашем городе он оказался только проездом, это прекрасный повод устроить праздник для любителей его творчества. Чеховский бульвар в Забайкальской краевой библиотеке имени Пушкина проводится в третий раз. Это часть всероссийской акции маршрутом Антона Павловича Чехова по Сибири на Сахалин. Как звали хозяин? Хозяина каштанки? Маленькие забайкальцы еще только учатся читать. Возможно, именно книги Чехова станут для них одними из любимых. Сегодня с произведениями Антона Павловича их знакомили сотрудники Краевой детско-юношеской библиотеки. Наша библиотека принимает участие в этом мероприятии. Как видите, у нас чемоданчик с книгами Чехова. Здесь самые интересные произведения, которые дети любят, это каштанка, ну а также пьесы. То есть разные три сестры, там «Лишневый сад», «Чайка». Еще сегодня мы будем делать оригами по произведениям. Вот каштанка и чайка оригами. Вот также ребятам будет предложена такая викторина. Нужно будет написать с помощью пера и туши вот знаменитые его фразы Чехова. Для четинцев сегодня организовали иллюстративные выставки, мастер-классы, инсталляции. Нынешний год отмечен несколькими значимыми событиями. 155 лет со дня рождения Чехова, 125 лет его путешествуют по Сибири. Сотрудники Краевой библиотеки имени Пушкина планируют на библиомобиле проехать по пути великого писателя. Поскольку Антон Павлович Чехов ехал через Чету, Нерчинск и Сретенск, мы бы, конечно, хотели посетить эти места с библиомобилем. Почему это сейчас актуально? В том плане, что, наверное, все знают, что сейчас очень большое значение имеет событийный туризм. И наш Забайкальский край, конечно, должен развивать именно туристическую событийную инфраструктуру. И поэтому вот именно несколько министерств заинтересовались этим проектом. Это и Министерство культуры, и Министерство образования, и Министерство внешнеэкономических связей. Гостем сегодняшнего праздника стал координатор Всероссийской акции маршрутом Чехова по Сибири на Сахалин Леонид Рыженко. В эти дни он посещает места, где был Антон Павлович. Не только Чехов своим именем как бы осветил эти пространства, но и пространство Сибири, они тоже в какой-то степени сделали Чехова таким, каким он есть. Потому что, увидев эти огромные масштабы, эти пространства, это огромное количество встреч с людьми разными, он это все осмысливал и стал мыслить, возможно, немножко не так, как он себе представлял мир до этого. То есть, в чем сила Чехова, я считаю? В том, что в любом маленьком рассказе у него поднимаются вообще-то вечные проблемы. Леонид Рыженко принял участие в «Круглом столе». Он рассказал об акции, продемонстрировал путевой дневник и подарил забайкальцам сборник статей краеведов из тех городов, где побывал Чехов. Кстати, там есть и материал главного библиографа библиотеки имени Пушкина Татьяны Батуровой. О том же, что писал сам Чехов о забайкальском участке своей дороги, собравшиеся увидели в фильме нашей телекомпании «Ехал Чехов по Забайкалью», который уже многие четинцы успели увидеть и полюбить. Екатерина Станиславская, Сергей Рычков, Середина земли, Забайкальский край. Одни цветы высаживают, другие их выкапывают. К оформлению городских клумб ДМРСУ приступила в середине мая. Сейчас высажено несколько тысяч растений, но с некоторых клумб стали таинственным образом вновь пропадать цветы и кашпо. Анастасия Новгородова продолжит тему. На сегодняшний день в Чите высажено цветов на площади свыше 5000 квадратных метров. Одни горожане радуются красоте, другие превращаются в настоящих похитителей, опустошая городские клумбы. Необходимо найти только удобный момент. Такой нашли и наши вандалы. Сотрудники газеты «Читинское обозрение» в прошлый четверг высадили в ходу в редакцию трехметровую аллею «Онючных глазок». Говорят, хотели сделать мир чуть-чуть ярче. Однако цветы не простояли и трех дней. Уже в четверг вечером обнаружили, что есть какие-то ямы рядом и немного порушено все. Но в принципе, в целом, все было еще в нормальном состоянии. А уже в пятницу, когда пришли, оказалось, что все разворошено, все перевернуто. Если в первый день можно было предположить, что клумбу разрыли собаки, то на следующий день сотрудники редакции «Читинское обозрение» обнаружили переломанное декоративное ограждение и убедились, что пластмассовые секции животному сломать было бы очень сложно. По словам Даны Болговой, они хотели просто создать настроение и себе, и окружающим. Впрочем, положительное настроение было только у собак, которые устроили на рыхлой земле лежак. Были ли это зеленые воры или вандалы, теперь не докажешь. Впрочем, для города воровство цветов и кашпо стало традицией и далеко не доброй. За две с половиной недели июня 600 кашпо выставных, наземных. Но, к сожалению, уже за эти две с половиной недели похищено 10 кашпо и разрушено. В связи с этим хотелось бы обратиться к четинцам, все-таки стараться бережнее относиться к тем работам, которые выполняются в городе по озеленению и благоустройству. Беречь то, что создается, то прекрасное. На озеленение города в этом году выделено из городского бюджета 12 миллионов рублей. Сегодня заканчиваются работы по устройству цветников. А значит, город продолжит расцветать в надежде, что в этом году горожане уже научатся любоваться красотой со стороны. Анастасия Новгородова, Анатолий Тюльев, середина земли, Забайкальский край. В городе Хухота, административном центре автономного района внутренняя Монголия, открылся международный молодежный летний лагерь при поддержке Монголии, Китая и России. Подробности расскажет Монгбайяр Энгболт. Здравствуйте, Марина. Подобный молодежный детский лагерь проводится уже в третий раз. В этом году 200 подростков из российского Забайкальского края, Иркутской области, города Улан-Удэ, а также монгольской столицы Улан-Батор и их китайских друзей ждут разнообразные увлекательные мероприятия в Хухоте. Это позволит упрочнить молодежную дружбу трех стран. О них жителям Буряти готовы рассказать мои коллеги и я, Монголияр Энгболт. Радовные бассейны, матрасы и круги для купания от 49 рублей в Титане. Все для пикника в одном месте. Титан всегда по пути. В ближайшее время на линию общественного транспорта города Улан-Батор выйдет пятидверный автобус «Гибрид» длиной 18,5 метров, который соответствует международным стандартам. Его главная особенность в том, что он способен вместить в себя в два раза больше пассажиров. Кроме этого, автобус оснащен специальным подъемником для входа граждан с ограниченными физическими возможностями. Подробности в нашем сюжете. Общественный транспорт столицы получил автобусы-гибриды, соответствующие международным стандартам. Эти автобусы выйдут на линию общественного транспорта с 5 июля и проследуют по маршруту Проспект Мира, Таваншар, Офисер Ордон. Новый автобус позволит снизить транспортную нагрузку с центральной улицы города, Проспекта Мира. Так как автобус предназначен для зимнего сезона, нашим гражданам будет комфортно ездить зимой. Мы считаем, что раз компания МАЗ обеспечивает автобусами всю Сибирь, для наших условий они точно подойдут. Мы будем использовать электронную платежную систему в общественном транспорте. Поэтому внесли некоторые изменения в систему планирования движения общественного транспорта по Проспекту Ингтайланд. Этот вопрос будет окончательно решен к 1 августа, когда полностью внедрят электронную систему платежей. Автобусы-гибриды были собраны на заводе МАЗ в Белоруссии на средства, выделенные из бюджета администрации города Уламбатор и управления столичного транспорта. Цена одного такого автобуса составляет более 300 миллионов тугриков. На сегодняшний день Уламбатор официально получил 18 автобусов из 20. Остальные два будут поставлены в ближайшее время. Данный автобус МАЗ-215 является новейшей разработкой Минского автомобильного завода. Это автобус особо большой вместимости, позволяющий перевозить до 190 пассажиров. В чем преимущество данного автобуса? Вы можете наблюдать, что в данном автобусе соблюдается низкий уровень пола по всей длине автобуса, что позволяет обеспечить максимально удобной и быстрой посадку-высадку пассажиров с целью ускорения передвижения по маршруту. Автобусы соответствуют международным стандартам и оснащены современными технологиями. В салоне размещены камеры наблюдения, что позволит снизить количество краш в автобусах. Кроме этого, в автобусе установлен высокоскоростной интернет, а также работает кондиционер с холодным и теплым воздухом. В новейших автобусах предусмотрены все условия для комфорта пассажиров. Когда этот автобус будет подъезжать к остановке, он сам автоматически будет подбирать угол наклона трапа, чтобы граждане с ограниченными возможностями смогли подняться. Если в обыкновенном автобусе располагается 29 сидений и смогут поместиться 98 человек, то в новом автобусе сидений 38, а стоячих мест 163. В праздничные дни 8 бесплатных автобусов-гибридов планируют поставить по маршрутам Дунджин-Гарав, Мишель-Экспо, Центральный стадион. На автобусах будут работать опытные водители. После прохождения инструктажа у инспекторов транспортного объединения, проходивших стажировку в Белоруссии. Цен-Сурен, РДНБС Галан, Середина Земли, Монголия. В Ламбатаре, в спортивном дворце Буэн-Туха, уже в третий раз пройдут соревнования подзюдо Чингисхан, на которых можно получить олимпийские баллы. Согласно регламенту Международной Федерации подзюдо, спортсменные победители получат в свой зачет 300 очков. Те, кто заработали серебро – 180, а бронзовые призеры – 120 очков. Спортсменам, вошедшим в пятерку, добавится 80 очков, а в семерку – 64 очка. На сегодняшний день из 50 стран мира, таких как Япония, Россия, Англия, Франция, Грузия, свои заявки на участие прислали более 300 дзюдоистов, 50 из которых – титулованные спортсмены, имеющие мировые и олимпийские медали. В турнире примут участие лучшие дзюдоисты, олимпийские чемпионы и титулованные спортсмены, такие как олимпийские чемпионы Цаган Батор и Уран Цецек, а также обладатель бронзовой медали Няма Чир, которые будут сражаться за участие в Олимпиаде 2016 года. Кроме этого участвуют и молодые спортсмены. Они тоже поборются за получение олимпийских очков. В состав российской команды вошли три чемпиона Лондонской Олимпиады – Арсен Галстян, Мансур Исаев, Хайбулаев Тагир. Так как этот международный турнир проходит у нас в стране, по праву организатора турнира в каждой весовой категории будут участвовать по четыре спортсмена из Монголии. Это были новости Монголии. Благодарим за внимание. Передаем слово нашим коллегам из Китая. Еще один инструмент для инвесторов – новый фондовый индекс по инициативе «Один пояс, один путь» включает десятки акций промышленных транспортных строительных компаний, задействованных в проекте. В их числе голубые фишки китайской железнодорожно-строительной корпорации «Синопек» и «Сани Групп». Индекс компаний, связанных с одним поясом, одним путем привлекает инвесторов к своей концепции. Индексная компания постаралась уловить тренд, ведь на внутреннем рынке инвесторы предпочитают отрасли, в которые вкладываются правительства. Существуют, конечно, проблемы запуска индекса на биржевом рынке, связанные с методикой его расчета. Однако инвесторам стоит обращать на него внимание. SCI, запустившая новый продукт, лидирующая индексная компания Китая, учрежденная банками Шанхая и Шенженя. Она рассчитывает более 60 индексов, в том числе капитализационные, отраслевые, облигационные и потребительских настроений. Многие инвесткомпании уже предлагают инвесторам вложиться в фонды акций компаний «Нового шелкового пути». Их доходность с начала года составила от 5 до 50%. «Инвестиции в отдельные акции рискованы. Я бы предпочёл биржевой фонд, инвестирующий в компании «Одного пояса, одного пути». «Если у инвесторов есть профессиональные навыки и информация, они могут выбирать концепцию инвестирования сами. Если нет, им больше подойдут фонды акций. Выбор, конечно, зависит от того, насколько успешны эти фонды на рынке». Бумаги промышленного и транспортного сектора показали 50-процентный рост с начала года. Индекс компании «Одного пояса, одного пути» в первый же день составил 2769 пунктов, показав рост в 2,75%. Современные развлечения на фоне тибетских пейзажей в окрестностях города Ласса появилась туристическая арт-зона, гостиницы, магазины, бары и даже театр под открытым небом. В развитие индустрии туризма власти автономного района вкладывают миллиарды долларов. Ждается, что в этом году обновлённый Тибет посетят не менее 17 миллионов человек. Девственная природа, древние дворцы и монастыри – это далеко не все достопримечательности Тибета. Власти всё настойчивее представляют туристам Тибет современный – новые отели, бары, сувенирные магазины и развлечения на любой вкус. Окунуться в древнюю историю и культуру Тибета могут зрители новейшего музыкального шоу «Принцесса Вэнчен». «Репетиции шли с морда. Перед актёрским составом была поставлена задача – сделать высококрасное историческое шоу. Я должна была в деталях изучить свой исторический прототип принцессу Вэнчен, как можно точнее копировать её походку и осанку. Уделите внимание каждой детали». С именем тибетской королевы из китайской династии Тан связывают развитие региона и появление здесь буддизма. Вэнчен научила местных крестьян выращивать овощи, молоть муку и перегонять вино. В честь неё возвели храм и построили монастырь Джоканг, одно из самых старых тибетских святилищ. С начала мая театрализованное представление «Под открытым небом» увидели уже более 30 тысяч зрителей. «За всю жизнь я не видел такого впечатляющего шоу». «Я скажу то же самое. Это сногсшибательно. Для нас это неожиданный и прекрасный опыт». Ожидается, что лет через пять здесь будет крупнейшая арт-зона в Тибете. В её развитие власти планируют вложить около 30 миллиардов юаней. «Мы хотим ещё больше расширить зону искусства, проводить спектакли на других ландшафтных площадках. Кроме этого, мы намерены открыть музей, который бы знакомил посетителей с историей региона. Также есть намерение вкладывать средства в развитие пяти транспортных туристических маршрутов». В прошлом году Тибет посетили более 15 миллионов туристов. В казну региона они принесли 20 миллиардов юаней, или 3 миллиарда долларов. По прогнозам властей, нынче турпоток увеличится до 17 миллионов человек. Татьяна Климова, CCTV. Итак, у меня на этом всё. Спасибо за ваше внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова